В современном мире все чаще приходится наблюдать слияние различных культур и увлечений. Не обошло на стороной и туризм. И сегодня мы расскажем о не совсем обычном рюкзаке Caribe Pulse 65. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие больших задних и боковых карманов. Вместо них в средней части корпуса нашиты стропы наподобие армейских. Они предназначены для крепления различных подсумков системы MOLLE, да в принципе и любых других вещей при помощи классических карабинов. Помимо этого поверхность рюкзака изобилует разнообразными петлями и утяжками, более привычными большинству туристов. С маленькими карманами тоже не густо. Лишь два традиционных на резинке внизу и один в верхнем клапане. И тот без каких-либо крючков для ключей или органайзера, который в последнее время есть почти в каждом туристическом рюкзаке. Подразумевается, что владелец этой модели будет точно знать, в каком гермомешке или подсумке у него лежит тот или иной предмет и сможет его достать в кратчайшие сроки, приложив минимум усилий. Этот рюкзак в очередной раз подтверждает, что не только военные берут на вооружение опыт, накопленный поколениями туристов, но и сами туристы по достоинству оценили некоторые элементы армейского снаряжения. Сзади расположена подвесная система, которую производитель назвал «Вонтаж». Основной ее деталью являются удобные плечевые лямки, которые позволяют идеально подогнать рюкзак под нужный рост следующим образом. Помимо этого, они оснащены стропами-противооткидами и эластичной грудной стяжкой. Снизу расположен широкий и очень мягкий поясной ремень. Он поможет перенести часть нагрузки со спины на бедра. Как и все остальные детали этой системы, он шит из пористых, хорошо дышащих материалов. Рельеф на поверхной спинке способствует дополнительной вентиляции. Ее упругость обеспечивает гибкая пластиковая основа с двумя алюминиевыми пластинами. Извлекая их, можно добиться необходимой в конкретной ситуации жесткости спинки. Сразу под отделом для каркаса находится карман питьевой системы. В него помещается узкий гидратор объемом до 3 литров. Вывести его трубку наружу можно при помощи одного из специальных отверстий на правом или левом плече. Основной отдел, как и большая часть элементов конструкции, шит из прочного полиэстера. Он привычно разделен на две неравные части. Но, в отличие от большинства рюкзаков, перегородка крепится не молнией, а утяжкой, как на верхнем клапане. Многим это покажется непривычным, но одно можно сказать точно. В экстремальной ситуации заменить порвавшийся шнурок намного проще, чем починить молнию. Нижний вход выполнен во вполне традиционном стиле. Разве что эластичная лента по его краю явно удобнее обычного ветрозащитного клапана. На самом дне находится отсек с чехлом. Правда, его размера хватит только для самого рюкзака. И если вы собираетесь крепить на нем каремат или крупные подсумки, не забудьте приобрести еще один побольше. В итоге получилась прочная вместительная универсальная модель, которая предназначена как для альпинизма, так и для походов. Особенно она приглянется любителям модульных систем или станет хорошим помощником тем, кто лишь учится их использовать. В любом случае, карибый пульс вас не подведет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok